Говоря об играх, мы вспоминаем в основном популярные проекты, такие как RDR 2, Elden Ring, God of War, The Last of Us и так далее. И даже если игра серийная или по крайней мере связана одной вселенной с другими проектами студий, мы вольно или невольно забываем, что не всегда только популярная выстрелившая игра может быть самой лучшей. Есть огромное количество примеров того, что даже маленький проект или не особо популярный у нас, на самом деле может быть куда лучше последующих игр. И сегодня мы посмотрим с вами на самые недооцененные игры, которые я проходила за последние года. Начнем с моего любимого Нир Репликант, который почему-то не заслужил столь широкого внимания, в отличие от Нир Автомат. И я, конечно, понимаю почему именно, но, товарищи, не одними жопами мир един. Проходила Репликант 2 года назад и осталась в полном восторге. Да, все, что касается Нир и Дракенгард, это точно не для всех. И мне кажется, я начала с такого а-ля лайтового варианта, потому что если вы начнете проходить Дракенгард, то там не просто ад воплоте. Репликант же расскажет историю брата и сестры, и это не единственная версия, которая создавалась. Помимо оригинала Репликанта, выпустили также точно такую же игру, только под европейский лад с отцом и дочерью. Главный герой, мускулинный качок, в то время как в азиатской версии, это худенький смасливый мальчик. Чем же меня так зацепила именно Репликант, в отличие от Автоматы? Ну, во-первых, я делала ролик по Репликанту, переходим, смотрим. А во-вторых, здесь все пропитано мерзостью, болью, страхом, страданиями и очень странными текстами. И вместе с этим сама сюжетная линия очень интересна. Я не буду рассказывать, чем закончились все концовки для тех, кто все-таки захочет пройти этот шедевр. Недооценена она тем, что сюжет намного глубже и затрагивает еще тематику Дрекенгарда напрямую, в то время как Автомата все-таки более далекая, чем Репликант. Сколько здесь сюжетных и дополнительных поворотов словами не описать, и какие же тут невероятные композиции, которые затронут самые глубокие струны вашей души, это невероятно. Даже геймплей, мне вот эти красные шары дико запали в душу. Я в прямом смысле полюбила здесь все, что есть. Казалось бы, нужно очень много читать, причем действительно много, особенно в лесу. Но тебе этот текст нравится, и он поистине интересен на черном фоне, и ты не можешь оторваться под музыкальное сопровождение, а в зависимости от текста оно меняется с веселого на жуткое. И когда ты погружаешься в эти истории, тебе кажется, будто это происходит по-настоящему. То есть действительно студия смогла сделать так, что ты веришь в то, что происходит на твоем экране. Не нужно было платить никаким звездам и создавать тренд, не нужно выходить в топ главных игр года. Они просто сделали игру, которая стала настолько глубокой, что словами не описать. Да, оголенность есть, и она отвратительная. Однако все равно даже в автомате я чувствую звенящую пошлость. А здесь нет. И это мы еще в Дракенгард не играли, там вообще дичь полная. Настоятельно прошу любителей автомата обратить внимание на репликант, который больше раскрывает весь лор и последствия предыстории первого Дракенгарда. Они не совсем напрямую связаны, однако много общего у них есть. По крайней мере, все эти проекты происходят в одной вселенной и последовательно. Дополнение к игре особенное, и больше всего мне понравилась музыка, которая влюбила меня в себя. Вообще, все, что касается музыкального сопровождения, азиаты, конечно, прекрасно справляются, и даже самую обыденную историю спасения сестры именно азиаты обыграли так, что ты просто в шоке от увиденного, особенно когда раскрываешь все тайны, которые встречаются тебе на пути. Обязательно пройдите нер-репликант. Он прекрасен и ужасен одновременно. Трилогия God of War – это лучшее, что было придумано про Кратоса, однако именно последние две части стали столь популярны, что затмили спартанского молодого воителя и бога, и абсолютно незаслуженно. Почему? Потому что именно старые части показывают его таким, каков он есть. Жесткий, серьезный, дисциплинированный, без соплей в голове. Он молод, горячий, невероятно силен, напорист, и его история гораздо интереснее логически продуманней, чем 18-го года и Рагнарёк. Да, третья часть удалась и получила наибольшую популярность, однако именно в конце второй рассказывается вся суть, почему Зевс так себя ведет, а первая начинает эту великую историю с самого интересного. Если вы так любите Кратоса, то обязательно пройдите трилогию, и можно еще дополнить играми на PSP, если она у вас есть. Многие, наоборот, плевались от первых трех частей после 18-го и Рагнарёка, посчитав, что молодой Кратос слишком жесток и странен. Тут уже на вкус и цвет, как говорится, однако я больше всего люблю именно первые три части, из-за того, что они полностью раскрывают всю поднакотную этой запутанной и сложной истории, а особенно в четвертой части прологии, когда Кратоса поймали и пытали. Вот здесь-то история дополнится как нельзя лучше. Помимо раскрытия истории нашего спартанца, это был действительно шикарный слэшер, особенно третья часть, но первые две отличные, хоть и по графике довольно старомодные. Кромсать всех налево и направо, видеть, как Кратос без церемоний давит богов и кишки, вываливаются из тел, это, конечно, мощно. Я не поклонник такого формата, но спартанский дух во мне будоражится именно в третий гадуфор. В отличие от новых частей, именно первые три имеют логическое обоснование. Вы увидите не просто зарождение спартанца, а какие именно события привели к его началу конца, кто на самом деле виноват и кто достоин смерти. Вас будут одолевать множество вопросов, на которые вы найдете ответы. Дебаты будут не утихать до скончания времен. И я, например, на том фронте, где Кратос сделал все абсолютно правильно. Вот прям от начала и до конца. Для меня вся эта история становления абсолютно логична, да не могу, а также интересна и динамична. Любовь к гадуфор появилась сразу и по сей день. Моей самой любимой частью остается именно третья. Есть такая старенькая игрушка «Возвращение на таинственный остров» в двух частях. Я играла в первую и, о боже, насколько же это было интересно. Захватывающе и ново, хотя в те далекие 2004-е, жанр квест преобладали над остальными проектами. Однако именно «Возвращение на таинственный остров» полюбилось мне больше всех. Она сильно отличалась от других не только реалистичной по тем меркам графикой, а также возможностью интересно создавать предметы. Вот это для меня, на то время Малюсика, было очень интересно. Да и сейчас я до сих пор с теплотой вспоминаю ее. Игра полностью дублирована, причем очень даже хорошо. Вам нужно разгадать тайну острова, на котором мы, собственно, и просыпаемся. Для нас с вами это абсолютно необитаемые острова поначалу. Но уже ближе к середине мы понимаем, что остров покрыт тайной, которую действительно интересно разгадывать. Недооценена она тем, что, несмотря на продажи, а у меня был диск, даже два, «Возвращение на таинственный остров», не получила особой популярности. И вместе с тем, это прекрасный проект из жанра квестов. Возможно, не хватило бюджета, возможно, не было никакого маркетинга. Однако проект, как алмаз среди грязи, потому что такого рода игр было огромное количество. Но только он вошел в мое девственное сердечко и до сих пор находится в нем. Огромное количество тайн, загадок, крафт и интересное создание предметов вкупе с историей и сюжетом порадуют умыбользователей Шерлоков, которые устали от обычных игр. Вас не потревожит старая графика. Наоборот. Она создаст определенный шарм, атмосфере и сделает ваше прохождение еще более интересным. Несмотря на то, что лучшими признанные соус лайки от фуромов, есть проект, который я проходила на платью, потому что настолько он мне понравился. Это Код Вейн. Да, это аниме-тематика, но несмотря на это, сама история, показанная в игре, меня сильно увлекла. Здесь нет каких-то суперкрасот, однако студия постаралась на славу и выкатила действительно годный соус лайк со множеством приемов умений и годов крови. Да, их было слишком много, однако не настолько, чтобы перестать играть в Код Вейн. Боссы, из-за которых я умирала и вставала заново, мне дико зашли почти все. Они были интересными, быстрыми, медленными, большими и маленькими. И поначалу было невероятно сложно. Я могла по три дня сидеть на одном боссе, и у меня не вызывало желания закончить игрош. Настолько, что Код Вейн стал моим первым подсолнухом в стиме. Проходила я ее буквально прошлым летом, и память еще свежа. Конечно, она не совсем многим зашла из-за аниме тематики, однако я все равно осталась в полном восторге, ведь аниме я люблю. Что конкретно мне понравилось в Код Вейн? Ну, во-первых, мне лично было очень сложно, пока я не стала изучать, как коллаборировать, когда крови, что с чем смешивать и как увеличивать урон. Но в отличие от Элдена, здесь это было не сильно запарно. Да, мне не понравились локации из-за того, что они не раскрывают особую историю. Да, мне не понравилась одинаковая музыка на всех абсолютно боссов, однако я все равно получала искреннее удовольствие от процесса. Здесь тебе и закоулочки, и тайные проходики, и боссы, какие хочешь на любой вкус и цвет, и это замечательно. Лора особого нет, и все раскрывается по ходу игры, особенно если собирать память товарищей и их знакомых, и вместе с тем. Именно такой подход мне и зашел, и я с огромным удовольствием пересматривала и вчитывалась во все диалоги, которые только были. Помимо Код Вейн я играла и в Мортал Шелл, и в Стилл Райзен. И вот честно, Код Вейн не от Фромов и не от Ниндзя, это лучшее, что сейчас есть. Kingdom Come, один из моих самых любимых проектов, и он вроде как оценен, но не так уж и сильно. Да, вы встретите на просторах интернета о нем информацию, но я все-таки уверена, что он должен был получить наибольшую популярность, нежели сейчас. Скоро выходит вторая часть, которую я очень жду, и я помню, как проходила абсолютно забагованную версию на плойке. Целый месяц я пыталась пройти абсолютно банальные квесты, потому что они то запускались, то нет. В итоге не зря ролик собрал 71 тысячу просмотров. Месяц, по сути, конечно, был убит, и несмотря на все баги, странно какие-то задания, Kingdom Come по-своему уникален своей реалистичностью. Взять только квесты в монастыре, это же сущий ад, вставать по часам, ходить молиться и так далее. Но в итоге, проделав весь этот путь, ты понимаешь, насколько же было круто. Я уже молчу о последних сюжетных квестах, когда все герои выходят к тебе, и ты прям чувствуешь этот геройский дух. Сама история удивительна, само время выбрано действительно полное на события, и много важных ключевых персонажей были в реальной жизни и являются историческими личностями. Да, проект не для всех, как будто бывают проекты для всех, и вместе с тем, Kingdom Come оставляет за собой такое приятное послевкусие, и забыть ты его уже не можешь никогда. Я бы, конечно, хотела, чтобы популярность Kingdom Come была куда выше, чем сейчас, потому что студия проделала огромную работу, создала огромный реалистичный мир. Продумала диалоги, режим тамагочи, боевую механику и все, что только есть. Поначалу это кажется каким-то адом, но собирая по пути все, что только можно, тебе становится легче. Вы представляете, насколько сильно надо полюбить Евру, что я не плюнула на все эти баги спустя три недели и добилась сюжетку, хотя на самом деле ее можно пройти за неделю. Сюжетка огромная с вариативностью диалогов и всего-всего-всего. Она настолько интересная, простая и сложная одновременно, что сказать слету, что такое Kingdom Come я не могу. Ведь в действительности вы пройдете путь Индриха от ползучего червя и до важного Шиша, а это займет у вас какое-то время. Это был не самый полный список. Лайкосики, подписочки, комментусики обязательно пишите про свои игры, которые вы считаете недооцененными. До новых встреч!